Здравствуйте, в эфире АТВ, программа Актуальная тема. Меня зовут Чингис Ачиров и сегодня у нас в гостях Игорь Петров, это исполняющий обязанности руководителя Бурят региона Автодора. Игорь Федорович, здравствуйте. Спасибо, что заглянули к нам в студию. 2020 год у нас завершается. Можете рассказать нам, какие итоги есть работы, сколько дорог сделано, сколько километров у нас построено и отремонтировано? Да, 2020 год подходит к концу. Из наших, из региональных дорог 13 объектов в этом году были, на 13 объектах вели с работы. 9 из них подходят к сдаче. В очередь сложности мы должны сдать порядка 78 километров автомобильных дорог. Это реконструкция у нас идет, 4 объекта по реконструкции и 9 объектов капитальные ремонты и ремонты. Из крупных объектов можно отметить Романовка-Багдарин. Мы уже сдали объект порядка 9 километров. Это на въезде в сам Багдарин. Там мы сделали капитальный ремонт, отремонтировали покрытие, устройство заездных карманов, трубы, пивильное ограждение, барьерное ограждение. Объект обошелся в 250 миллионов. Мы в октябре съездили, ввели его в эксплуатацию. Следующий крупный объект, который готов к вводу в эксплуатацию, это Мондоорлик. Тоже порядка 7 километров. Там была реконструкция еще более серьезная. Там провели уширение проезжей части. Если там были, помните, что там скальный прижим, с одной стороны, с другой стороны река бежит. Мы проводили порядка 150 тысяч кубов взрывные работы. Сделали уширение дороги, отсыпались, зашли немножко в реку, укрепили реку. И вот этот объект закончили, готовим к сдаче в эксплуатацию. То есть на сегодня, уже к концу года, год еще все равно не закончился, какие-то работы еще ведутся? Какая готовность из 100% за этот год? Можно сказать, что уже все выполнено? Скажем так, что готово 99%. Там остались мелкие где-то знаки доверить, где-то установить последние метры барьерного ограждения, где-то сигнальные столбики. То есть осталось обустройство, а все основные работы, в том числе и укладка асфальто-бетонного покрытия, все это уже готово. Ну, немного все-таки вести в курс до зрителя, который не понимает, о чем мы сейчас разговариваем. Можете сказать про свою компанию «Бурят Регион Автодор», которую вы возглавляете? Что это за компания и какая основная деятельность у нее? Про дороги вот именно что? «Бурят Регион Автодор» создана в 2008 году. Наша основная задача – мы являемся государственными заказчиками по реконструкции, по капитальным ремонтам, ремонтам и по содержанию автомобильных дорог регионального значения. То есть все виды работ, которые я перечислил, проходят через нас на конкурсной основе, проводим торги и выявляем победителей. И вот потом с этими победителями работаем, определяем подрядчика и проводим работы. Но мы не сами проводим работы, а подрядчики проводят работы, а мы это контролируем. — Дороги регионального значения, вы говорите, то есть это не уланденские дороги, не муниципальные, это именно которые находятся в районах Бурятии? — Да, это направление Корумкан, наша дорога, направление Закаменск. Из таких крупных Уланды Романовка-Чита, Романовка-Багдарина, вот такие дороги, они относятся к региональным дорогам. И мы занимаемся этими всеми дорогами, направив оперативное управление, эти дороги находятся у нас. И мы вот в 2020 году на содержание дорог были потрачены 680 миллионов, а всего дорожных работ на сумму 3 миллиарда 990 миллионов было потрачено на ремонт, капитальный ремонт. И плюсом еще было 680 миллионов на содержание. — В целом, 2020 год неожиданно для всех оказался очень сложным, на дорожном отрасли наверняка он тоже очень сильно отразился. Можете сказать, как-то пандемия повлияла на ход строительства? — Ну, пандемия, она оказала на всю страну влияние. Когда в марте, в апреле-марте были закрыты границы, то многие генподрядчики не сумели завести квалифицированных рабочие руки, рабочих специалистов. И это сказалось на сроки, на качество. Но, к счастью, у нас только страдали сроки исполнения контракта. За это мы предъявляли штрафные санкции нашим подрядчикам. А некачественных выполненных работ таких не было, чтобы можно было переделывать. Ну, мелкие недочеты, они всегда были, есть и будут. И я думаю, что вот эти мелкие недочеты мы старались вывести, устранить, заставить, переделать. — То есть, правильно ли я понимаю, что с марта в основном все подрядчики уже были местные? Уже не из ближнего зарубежья, а вот... — Работники в этих... Ну, выходили, видимо, из положения так, и местных набирали, и какими-то там окольными путями, видимо, и привозили зарубежных, рабочих. Ну, выходили, выкручивались, как-то там пытались выйти из положения. — А проблема с поставкой материалов такого не была? — Проблема была и с поставкой материалов, потому что, видимо, и на заводах, и на изготовителях, и на заводах изготовителей каких-то материалов тоже, видимо, и люди уходили и болели, потому что и были сложности. По некоторым объектам у нас вот именно за счет того, что долго изготавливали материалы, срыв срока где-то затяжка, ну, на два месяца притянулась. — И сейчас идет к окончанию тоже этот объект, но вот были такие случаи, да. — Ну, и, наверное, один из основных вопросов, которые мы хотели бы обсудить, вот говоря о проблемных дорогах, это... Говорим об открытом письме, да, которое писали к депутатам Хурала, это вот злочастная дорога Бусинозерск-Петропавловск-Закаменск. Можете рассказать, что за история там вообще была и к чему в итоге смогли прийти? — Ну да, это наша одна из основных дорог, Гусинозерск-Петропавловск-Закаменск. Насколько я, вот, люди обратились в правительство наше, к Алексею Самбуевичу, что дорогу, что мы дороги ремонтируем и реконструируем в другие направления, а это направление осталось, к сожалению, без внимания, но это немножко не так. У нас в 2018 году, даже еще раньше, наверное, в 2018 году был разработан проект на ремонт, то есть мы начали на ремонт этой дороги, начало с нулевого километра, то, что отворот от федеральной дороги на нулевой 30-й километр. Сейчас этот объект находится в стадии подготовки конкурсной документации. Конкурсную документацию подготовим, разместимся, и я думаю, что мы до Нового года уже получим подрядчика на этот объект. Затем в этом году, в 2020 году мы проторговали участок дороги ремонта 272-282, это перед самим Закаменском, там у нас идут такие огромные просадки. Это будем ликвидировать, объект планируем закончить на следующий год. Также мы делаем еще два моста через реку Джеда и реку Хамней. Через реку Джеда мост порядка 42 миллионов 140 метров длиной в этом году, в 2020 году мы заканчиваем. Мост через Хамней, переходящий на следующий год, но предпосылки были в этом году закончить. Та же самая ситуация с нехваткой рабочих сил, рабочих рук подвергла срыву. Не то, что срыву, он по контракту на 2021 год окончания, но фирма планировала закончить, подрядчики планировали закончить в 2020 году, но, к сожалению, не получилось. Мы хотя бы один через Джеду мост будем вводить в этом году. Еще мы проторговали мост через Бурдунку, это перед Петропавловкой, если помните, там был такой трамплин. Мы его запроектировали, вот уже перекрыли движение и в этом году проторговали, тоже за два года мы должны капитальный ремонт сделать. То есть, а проторговали это значит, что... Определили уже подрядчика. Подрядчика и только не готовы документы именно проекта? Нет, нет, проект все готов. Все готово. Да, то есть мы определили уже подрядчика, который будет выполнять строительно-монтажные работы. То есть, по сути, остался только один этап это строительство? Да. И если обозначить уже сейчас точные сроки, да, какие-то, то в следующем году можно сказать, что эта проблема будет решена? По Джеде, ой, по Джеде в этом году будет решена, по Хамнею, по мосту Хамнея будет решена на следующий год, 2021 год. По Бурдунке в 2022 году будет окончание работы. По 272-282 будет, мы планируем, и подрядчик нас заведел, что это будет сделано в 2021 году окончания. То есть, два года и уже, можно сказать, что проблема... Да, то есть, начало уже есть. Единственное, что дальнейшее будет, все будет зависеть от того, от наполнения дорожного фонда. Если будет пополнение идти стабильно и в полном объеме, тогда мы можем уже говорить, что у нас в планах стоит по этой дороге капитальный ремонт провести участка дороги, и там, где, когда Джеда разливается и затапливает эту нашу дорогу, и перерывается движение в Закаминский район, вот этот участок провести капитальный ремонт. То есть, ну, пока в планах стоит, мы даже еще пока не разрабатывали проект, но в дальнейшем, я думаю, мы в ближайшее время к этим планам приступим. Ну, просто, как я понял, одна из главных претензий, почему вот раньше проект не был разработан раньше? Можете сказать, какие-то сложности, может, были с этим участком, с дорогой, с объектом этим? Ну, сложность в дефиците денежных средств. Потому что, вы же знаете, с 2017 года начался проект безопасной качественной автомобильной дороги. Вначале были БКД, потом БКД, сейчас национальный проект, и все деньги до 2024 года распределены по объектам, и как и городской агломерации, так и по муниципальным образованиям, так и на нашей региональной дороге. И только из-за этого финансовых средств не хватает в полном объеме охватить всю республику. Но мы эту проблему знаем, мы ее не оставляем, мы будем двигаться, будем двигаться вперед. И с поддержкой Алексея Самбуевича, конечно, мы и в том направлении тоже пойдем. Ну, раз мы уже начали говорить о том, что будет, можете сказать о планах, которые еще у нас будут на реализацию, какие дороги построить, самые крупные объекты, самые важные для республики? Самый крупный объект у нас остается, был, есть и остается пока, это реконструкция автомобильной дороги Улан-Де-Тарун-Тарун-Тарун-Карум-Кан. Мы уже дошли до, уже ушли за Усть-Баргузин. Сейчас идет реконструкция на 20 километрах, с 271 по 291. Там Адамова попадает, Макаринина, Адамова. То есть вот там, где Баргузинский мост закончился, от него и пошли дальше в сторону Баргузина. Ближайшие там 3-4 года мы планируем дойти до Баргузина, наверное. На сегодня же день мы будем торговать корректировку проектной документации, потому что документация была сделана еще в 2010 году, все это, все нормативы поменялись. Вот надо откорректировать, поменять там, смертные нормы поменялись. Тот участок до Баргузина остается там порядка 20 километров, или 16 километров, если быть точнее. Вот сейчас откорректируем, в ближайшее время там даже есть поручение президента страны Владимира Владимировича Путина дойти до Баргузина. Поэтому здесь у нас есть надежда, что мы в ближайшее до 2024 года все-таки дойдем до Баргузина и закончим эту дорогу с реконструкцией. Даже конечная точка Новый Уаян, да, по-моему, был? Ну да, Новый Уаян, но пока денег только нам позволено делать, пока только до Баргузина. Потом следующий такой серьезный объект для Республики Бурятия – это строительство моста через реку Уда. Тоже очень такой большой объект. А есть какие-то уже сроки, то есть когда начнется строительство, когда готов будет этот мост? Вот проторгован этот объект был в 2019 году, в конце ноября, начало декабря, заключение контракта. Были на сегодняшний день ведутся работы по подготовке территории. Это выкуп земельных участков, переустройство инженерных сетей. Работа, в общем, началась, но она не в том объеме, пока негде строить, скажем так, пока еще вот территорию мы потихоньку, земли выкупаем, освобождаем, как-то все освободим. Я думаю, со следующего года мы начнем в полную силу, наши подрядчики начнут работать. В целом это такое долгострой ожидается? Или вот какие вот есть планы? То есть это за год построится или несколько лет на это нужно? Нет, за год, к сожалению, это невозможно, потому что там 7,5 миллиардов объектов стоит. У нас вообще было в планах до 2024 года строительство и проработки этого вопроса и Алексею Самбовичем, и главой нашей республики, и зампред правительства Луковниковым Евгением Валентиновичем. Вроде бы с мертвой точки сдвигается, и в планах мы запросили деньги на 2021 год 2 миллиарда, 4 миллиарда с половиной на 2022 год, и планируем, что в 2023 году, если при всех положительных обстоятельствах, мы закончим этот объект. И еще какие объекты есть у вас из крупных? Из крупных? Ну, из крупных пока все. Ремонт ведем, но уже третий год, капитальный ремонт, это Улан-Удэ, Николаевский, Торбокатай, Киноключи, с 38 по 60 километров, 22 километра. В этом году вводим в эксплуатацию 15 километров, и остается на следующий год 5 километров, чтобы ввести в эксплуатацию полностью. Чтобы закончить, от Улан-Удэ до Торбокатай у нас будет дорога в хорошем состоянии, в идеальном. А вот на фоне вот этой пандемии, которая сейчас уже была, когда приходилось резко там подстраиваться под новые реалии, уже проблем не будет, да, из-за эпид-ситуации? Сейчас уже как-то более все схвачено? Ну, все уже научились работать, я думаю, все уже стали уже заблаговременно и материалы заказывать, и отрабатывать с завозом людей. Там, я думаю, что на следующий год у нас таких проблем уже не будет. Ну, наверное, на этой ночи мы и закончим положительный. Спасибо, что заглянули к нам в гости, и, наверное, увидимся еще в следующем году точно. Да, спасибо. До свидания. Это была программа «Актуальная тема». Всего хорошего и до встречи в эфире.